Сегодня глава республики Рашид Тимрезов поздравил ветерана Великой Отечественной войны, маму двоих детей, бабушку двоих внуков и восьми правнуков Валентину Шайдакову с наступающим международным женским днём. В гостях у 93-летней бабушки в Ижигуте побывала Алихан Лепшоков. Ей было 18, когда в 1942 году она устроилась в инженерно-техническую воинскую часть, чтобы вслед за старшей сестрой попасть на фронт. «Обо всём не расскажешь и не передашь тот ужас, который творился на фронтах Великой Отечественной войны», вспоминает Валентина Шайдакова. Служила она на Первом Белорусском фронте и прошла фронтовой путь от Липецка до Берлина. В 43-м эту часть передали фронту действующей армии. И вот я пришла туда как сама, добровольно. И вот с этой частью я дошла до Берлина. Когда начинаю её вспоминать, это всё. В преддверии женского праздника в гости ветерану Великой Отечественной войны пришёл глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов. Как и полагается, с цветами и подарком пожелал Валентине Егоровне крепкого здоровья, долгих лет жизни. В тёплой беседе за чашечкой чая глава республики поинтересовался о состоянии здоровья Валентины Шайдаковой и спросил, на каком из курортов ей бы хотелось отдохнуть. На Пусинке-Свободе вы поехали бы или в Синтуке? Нет, мне уже тут надо сопровождать. Одна я не поеду. Не, ну сопровождение вы, если поведете. Если сопровождение. Сопровождение, если только дочка может. Ну, а дочка сможет поехать? Я вам прямо сегодня путёк подарю. На предложение главы республики о санаторном лечении и отдыхе Валентина Шайдакова сказала, что она бы предпочла побывать в местном санатории «Солнечный». Рашид Тимрезов пообещал, что в скором времени, как только ей будет удобно, она сможет туда поехать. Вы прямо решите, чтобы с понедельника, с 11-го числа, на Терновьгору, в Солнечный. Договорились? Хорошо. Так что в понедельник повезём в Валентина. Когда мы приедем, вас сами отвезём. Карачаево-Черкесия Валентина Шайдакова живёт уже более 40 лет. С тех пор она считает республику своей родиной. Сейчас она воспитывает своих внуков и правнуков. И главное пожелание женщины, защитницы родины, чтобы всегда на земле был мир. Алихан Лепшоков, Руслан Харченко. Вести Карачаева-Черкесия. Узжигута.